Ваша сейчас задача просто расслабиться, закрыть глаза. Здесь хорошо знают, что такое посттравматический синдром, контузия, последствия ранений. Краевой госпиталь для ветеранов войн открылся сразу после Великой Отечественной в 46-м. Позже здесь начали реабилитировать и ветеранов Афганистана, Чечни, а сегодня еще и участников спецоперации. Совсем недавно пациент прошел лечение в нашем отделении. Он участник боевых действий, и он рассказывал о том, какие он переживал там чувства. Поначалу, когда он поступил в отделение, у него были мощные нарушения, бессонница, отсутствовал сон. Малейший раздражитель какой-то, внешний, вызывал очень высокую реакцию у него. Но постепенно, под действием лечения, его состояние нормализовалось. Каждый год здесь проходит реабилитацию около 6 тысяч человек. В этом году среди пациентов 15 участников спецоперации. Это добровольцы, у которых уже за плечами Афганистан или Чечня. Сегодня участники СВО приказом президента приравнены к ветеранам боевых действий. Теперь они тоже имеют право на восстановительную терапию. В ноябре в госпитале создали координационный центр, в котором будет организована медпомощь участникам спецоперации. Государство принято большой пакет мер по поддержке участников специальной военной операции. И база для реабилитации у нас в Алтайском крае хорошая. Сейчас важно наладить взаимодействие всех структур, которые принимают участие. Это и здравоохранение, это и социальная защита, это и военкоматы. Для того, чтобы эта система работала с полной отдачей. То есть нужно подходить индивидуально к каждому случаю. Например, человек, который получил ранение, не проходит реабилитацию. Нужно выяснять, какова причина. В этот центр будет поступать вся информация о тех, кто может нуждаться в помощи. Из больниц, военкомата, соцзащиты. Если они могут вернуться в строй, они пока на сегодняшний день получают лечение в военном госпитале. Если они уже по своему состоянию ранения, состоянию здоровья не могут вернуться в строй, тогда они демобилизуются и они становятся уже нашими пациентами. Сегодня в госпитале пациентам помогают с протезированием, проводят восстановительные операции. Вообще пребывание здесь больше похоже на санаторий, чем на госпиталь. Физиотерапия, гидромассаж, кислородные капсулы, фитобочки, тренажерный зал помогают здесь восстанавливать и социальные связи. Ведь иногда участники боевых действий, возвращаясь в мирную жизнь, не могут найти себя в обществе. В госпитале ветеранам объясняют, как составить резюме, чтобы устроиться на работу, чем отличаются краевые выплаты от федеральных и как их оформить. Из-за того, что есть боевой опыт, и у них стратегии поведения именно военные. Я очень много лет работаю и всегда сталкиваюсь с тем, что ветераны, даже как бы они не выглядели адаптивно, все знающими, им нужна постоянно такая помощь, такие консультации. Я считаю, что нужна она всем ветеранам боевых действий, вот вообще всем, кто у нас есть. Сейчас в госпитале главная задача, чтобы ни один участник спецоперации не остался без внимания. Ведь даже если ветерану нет и 30 лет, откладывать реабилитацию на потом не стоит. Мы ждем приход молодежи с СВО. Нам необходимо сегодня этой молодежи объяснить правильно и сказать, что ребята вас здесь ждут. Мы готовы помогать вам в возвращении в эту жизнь. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Постоянно.